По сообщению Департамента информационной политики губернатора с 1 марта каждый житель может узнать условия и ближайшие планы нацпроекта «Жилье и городская среда» в своем городе по горячей линии Министерства ЖКХ. Каждый из нас может также высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков и сообщить о состоянии ранее благоустроенных площадок. Открывая дополнительный канал обратной связи, мы рассчитываем, во-первых, получить объективную картину того, насколько благоустроительные проекты востребованы и, главное, учтены ли при их разработке пожелания жителей. Во-вторых, более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков. В-третьих, надеемся вместе с неравнодушными жителями минимизировать случаи вандализма, чтобы наши города становились еще более уютными и комфортными, подчеркнул глава ведомства Николай Смирнов. На горячей линии «Уральцам» подробно расскажут о том, как стать участником онлайн-обсуждения дизайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года. Рейтинговое голосование за лучшие эскизы площадок победителей пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой электронной платформе федерального сайта. Прием звонков на горячую линию Министерства ЖКХ будет в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера по телефону 8 343 312 02 33. У нас в городе в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» продолжает строиться городской парк по проезду строителей. Основной объем согласно проекту завершен. Последний четвертый этап строительства начнется весной, как только позволит погода. Всего на строительство парка будет затрачено в общей сложности порядка 82 миллионов рублей. Нынешней весной предстоит оборудовать веревочный парк и входную группу со стороны кольцевого движения. У главного входа жителей будут встречать полутора метровые буквы с названием города. Будут также обустроены авто и велопарковки, дооборудованы лыжероллерная трасса и освещение, появятся урны, скамейки, заработают туалеты. На аллеях будут высажены кусты спиреи, сирени, дерна, гортензии.